Итак, я еще раз начну. Мы расскажем сегодня о музее Александровской лавры, который с нетерпением ждет начало туристического сезона и возможности принять наших посетителей. Музей совершенно новый, в 2017 году не так-то много гостей и посетителей. Мы надеемся, что сейчас, когда будет в большей степени развиваться внутренний туризм, многие гости захотят посетить жители Петербурга, гости в город захотят посетить музей Александровской лавры. Сам музей является частью ансамбля архитектурного Александровской лавры, и он входит, безусловно, и в туристические программы, которые в Александровской лавре есть для ее посетителей. Музей, кроме того, открыт для всех желающих, его можно посетить не только с программой, но и в индивидуальном порядке. Я обо всем по порядку расскажу, и вот хотелось бы продемонстрировать для всех вас сайт Александровской лавры и, соответственно, страницу, посвященную музею. Я не подготовил специальную презентацию к нашей лекции, но, посмотрев на сайт, можно будет многое здесь увидеть. Тем более, на нашем сайте расположена, я думаю, что скорость интернета позволит это сделать, расположена и интерактивная карта, позволяющая найти наш музей. Это составляет, наверное, проблему, потому что место расположения музея не самое центральное в ансамбле монастыря, но вот все это можно будет посмотреть, это можно будет увидеть. Я думаю, что виден мой экран, нет технических проблем. Экран виден, и, соответственно, перед нами вот страница музея Александровской лавры. Изначально скажу, продолжая разговор о доступности музея, скажу о том, что музей продолжает в своей традиции, в своей истории сегодня. Музей дореволюционный, но продолжает его только лишь в некоторых аспектах, в первую очередь в названии древлехранилища, такое название используем сегодня и мы. При этом есть слово музей, вполне понятно, и мы продолжаем традицию доступности музея. Музей лавры дореволюционный, так скажем, был создан в начале 20 века, он был доступен для обзора всем желающим. Мы тоже сегодня стремимся выйти на такой уровень, и сегодня музей открыт для посещения по средам, пятницам и воскресеньям. С 12 до 5 часов вечера каждый желающий может прийти и познакомиться с коллекцией музея. Музей расположен на территории ансамбля Александровской лавры, и вот здесь те, кто видит страницу сайта сейчас, которую демонстрирую, у меня виден адрес, видны ссылки на наши социальные сети. Я тоже рекомендую всем желающим обратиться и к разделу на официальном сайте монастыря, и к нашим соцсетям. Там выкладываются актуальные сведения о работе музея, тем более в нынешнее время это первое условие для того, чтобы посетить музей и монастырь. Нужно заглянуть, все ли в порядке, все ли работает. И, кроме того, мы рассказываем о новостях о наших, и делаем презентации нашей коллекции тоже через, в первую очередь, через наши соцсети. Вот перед нами интерактивная карта, я хочу рассказать подробно, как добраться в музей, когда появится такая возможность. Об этом тоже пару слов впереди будет. Мы можем с легкостью музей наш найти. Для индивидуальных посетителей это возможность приехать на метро, что очень удобно, площадь Александра Невского. Здесь есть две станции метро, зеленая и оранжевая ветка. Площадь Александра Невского один и два, соответственно. И вот на этом плане видно, обозначена красная линия, как можно дойти до нашего музея. Площадь Александра Невского, если это групповые экскурсии, можно приехать на автобусе, оставить автобус прямо на площади монастыря, где-то между памятником Александра Невскому и главными вратами обители. Кроме того, на автобусе можно подъехать и поближе. Лаврский проезд виден на плане. И переехав речку Монастырку по второму Лаврскому мостику, можно повернуть налево и вдоль монастырских корпусов по набережной реки Монастырки тоже там где-то припарковаться. Это могут сделать и индивидуальные посетители, которые приехали на машине. И далее пешком пройти дальше к монастырю. Это можно сделать по первому Лаврскому мостику. По нему идет красная линия. Мы сделали удобную функцию открыть картинку, фотографию. Видите, что предстает взглядовым посетителям по пути, чтобы не заблудиться. Я не случайно акцентирую внимание на том, как дойти до музея, потому что нужно отметить, на территории небольшого так называемого монастырского острова, острова образованного Невой, Речка, Монастырка и Абонном Канал находятся целых три музея, целых три именно церковных музея. Кроме них еще один большой государственный музей, государственный музей городской скульптуры. И, в общем-то, иногда, когда мы отвечаем на вопросы, например, по телефону или в соцсетях, приходится разъяснять, что людям нужно, в зависимости от того, что им нужно увидеть, куда им нужно пройти, по каким контактам им нужно обратиться. И вот мы показываем дорогу именно к музею Александра Невской Лавры, к древлехранилищу Лаврскому. Вот перед нами картинка. Если мы идем по первому Лаврскому мостику, либо по второму, то главный вход, весь ансамбль остается справа. На этой фотографии он изображен. С правой стороны фотографии и вверху виден видна икона «Спасный рукотворный». Нам же надо идти дальше, оставив главный ход с правой стороны, идти дальше, пройти через ворота Лаврские. Там будет шлагбаум, на него не стоит обращать внимание. Идти дальше, не смущаясь. Произдающий будет поворот направо, естественный поворот, образованный углом Лаврской стены и находящийся с правой стороны, сейчас фотография видна, Благовещенской церкви. Вот проходим алтарную часть Благовещенской церкви, и перед нами появляется здание с левой стороны, трехэтажное, там ближайший вход под козырьком, на этой фотографии виден. И входим внутрь, это музей. Для того, чтобы совершенно точно отпали все сомнения, вот справа от двери на стене можно рассмотреть охранную доску, там написано, что это здание историческая резница, архив и библиотека монастыря. С левой стороны, вот дверей на фотографии не видно, но мы уже сделали еще одну дополнительную табличку с указанием, что в этом здании находится древнее хранилище монастыря, а также библиотека. Библиотека находится на первом этаже, а чтобы попасть в музей, нам нужно подняться на третий этаж. Вот эти моменты, связанные с нахождением пути, тоже подробно описаны на сайте, и я думаю, что без труда каждый желающий сможет достичь музея. А далее я хотел показать видео-тур по музею, поскольку, наверное, сложно сегодня сделать экскурсию, но видео-тур поможет нам в этом отношении. Надеюсь, всем хорошо видно. Перед нами лестница, которую мы видим, войдя в данную музейную, нужно подняться на верхний третий этаж по этой лестнице внизу для интересующихся. Будет виден макет Александровской лавры, вот он прямо перед нами, под лестницей, находится чуть впереди. Там представлен вид монастыря, который совмещает в себе и вид нынешней обители, и исторические элементы, которые еще не восстановлены, не реконструированы. Отчасти то те элементы, которые сегодня есть, но у которых исторически не было. Такая ретроспективная модель, макет лавры, очень красивый для обзора, в том числе и когда вы будете подниматься по лестнице и смотреть на него снизу. Поднимаемся дальше. И вот на верхнем этаже, скажем, последняя крайняя дверь, это дверь древлехранилища. Подходя к ней, с правой стороны есть еще одна дверь. Это кабинет сотрудников музея. Туда тоже можно заглянуть. Мы всегда рады приезду всех вас. И сопроводим экскурсоводом, если это необходимо, можно зайти в музейный зал. Медиатур иллюстрирует сейчас нам наш единственный музей, у нас небольшой, единственный экспозиционный зал. он своим видом, своей красотой, я думаю, не уступает целому ряду известных музеев, музеев экспозиции. Одно из наших главных достояний это сам, собственно, этот зал, восстановленный, реконструированный в 2000-е годы. Посмотрите, пожалуйста, на своды, замечательные полы, которые сохранились с дореволюционных лет. Дело в том, что с середины 20-го века в этом здании располагался государственный городской центр переливания крови и медицинское учреждение освободило помещение в начале 2000-х годов. Начались работы по реконструкции, появилась необходимость восстановить отделку стен, сводов, колонн, которые мы видим. Здесь подлинным, аутентичным остался пол. Этот пол, тоже здесь видим, я сейчас покажу, поближе его, эта плитка, она помнит шаги монахов Лавры, посетителей музея начала 20-го века. Она оставлена подлинно, хотя в ряде мест можно будет заметить такие места утрат, которые остались после того, как отсюда переехало медицинское учреждение. Вот я сейчас показал вам зал, вернемся к двери, вот она перед нами, входная дверь, когда мы вошли в нее, сразу же открывается центральный вид, в центре зала расположен макет, еще один макет, он иллюстрирует для нас, площадь Александра Невского, и расположены вблизи ее постройки. А, не вынул ящики. Ну, так вы видите, кто из них. Ты же издалека внедренный этот макет, но вблизи, конечно, подробно можно рассмотреть его, придя в музей. Право и слева висят кармашки с пояснительными текстами. Да, да, да. Хотите внимания и подробно почитать о тех людей, которые похоронены на двух лаврских знаменитых кладбищах. Сегодня визащие макетологические 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 кладбища. Это Лазаревское Тихонское кладбище Лавры. Сегодня микрополь 18 века не страшно. Далее экскурсия идет по девушке музейной экспозиции нашей и она изначально повествует о истории обитель монастыря, начиная с Петра I, с основателя Александра Невской Лавры. Возьми-то, да, там не купайся. Александра Невского инистрации планов в которых изображены проекты возведения комплекса ансамбля Александра Невской Лавры. Пытаясь создать историю обители и отчасти касаясь безусловной истории в процессе обращения к макетированию и созданная с макета им тоже представляет достаточно изверхи, например, использование качества технологий, созданная деревянная модель Троицкого собора Теодора Шфертфигера, Троицкого собора, который не был построен, не был достроен в начале XVIII века. Оригинальная модель Теодора XVIII века находится в научно-исследовательском музее Российской Академии художеств. В нашем музее в клубе в два раза меньше по своим пропорциям. И далее, следуя по экспозиции, мы увидим стенды с изображениями, витрины с предметами, относящимися поэтапно к истории возникновения и развития монастыря. Там мы можем посмотреть исторические документы эпохи Петра I и последующих интератрицы Екатерины, и последующих руководителей, которые всегда особое внимание выделяли развитию историчной главной, наверное, главных лавр Российской империи, лавра Александра Невского. Мы рассказываем о людях, которые получили известность, которые жили в Александровской лавре, святые насильники обители, о них тоже есть рассказ в нашей экспозиции. Историческая часть прерывается некоторое время в рассказе экскурсовода, взгляды на подлинные вещи. Вторая часть нашей коллекции исторических предметов, она посвящена лаврским церковным древностям. Их, этих древностей, к сожалению, не сохранилось именно тех, которые находились в лаврском древнем хранилище. У нас нет предмета из исторического музея, но те, кто присутствует сегодня, они тоже представляют интерес, и собирались они, начиная с послевоенных лет в монастыре. Это в том, что, многие представляют, лавра была закрыта как действующий монастырь, средний храм был закрыт в день 30-х годов 20-го века, и вплоть до 90-х годов монастыря здесь не было. Был действующий храм, это Троицкий собор Александра Невской лавры, он был как приходской храм, храм отреставрирован прямо через богослужение с 1957-го года. Не будем спать, я-то не буду спать точно. И вот церковная жизнь возродилась, и с тех пор начинается собирание древности. Прошу прощения, что я всех прерываю. Пожалуйста, извините, Роман, что я вас прерывала. Джулия, выключите, пожалуйста, микрофон, вы говорите очень громко, и, к сожалению, из-за вас неслышная лекция. Это первое. Второе, через несколько минут конференция закончится, просто зайдите еще раз по этой ссылке, и я снова всех приму. Спасибо большое. Поздравляю. Итак, пока не закончилось, я продолжаю. Рассказ во середине 20-го века начинают формироваться в такие вот собрания древности. Не было еще создано никакого музея, люди приносили из своих каких-то личных коллекций, но, может, коллекция это громко сказано, а просто из своих вот сохранившихся вещей, сохранившихся и перешедших, может, по наследству к этим людям, икон, предметов церковной утвари, и постепенно они формировались в лавре. Некоторые вещи попадали сюда из действительно собраний, коллекций людей, или они были спасены из храмов, закрывающихся или закрытых храмов. Некоторые предметы попадали, в частности, из конфиската при попытке вывести их за границу, отпередавали русской православной церкви, часть их попала сюда, в нашу коллекцию. Подлинно лаврских предметов, тех вещей, которые находились исторически в лавре, у нас не так много, но музей еще молодой, и мы намеренно делаем встречи, акцентируем на это внимание, и на экскурсиях, и на других мероприятиях при взаимодействии средствами массовой информации, и количество таких предметов у нас постепенно возрастает. Одно из них сразу же хочу показать, видно на экране сейчас, в большой витрине, облачение священника бело-красного цвета, очень интересное по своей работе, бархатное красное плечо, оно самое старое в этой части этого облачения, созданное еще в конце XVIII века, украшенное вышивкой серебряной нитью, вот это облачение, оно находилось в одном из театров Петербурга, использовалось в качестве театрального реквизита, пока не было обнаружено на подкладе облачения печать ризница Александра Невской Лавры конец XIX века, я здесь отмечу о том, что этот зал, в котором сегодня находится музей, он исторически являлся ризницей монастыря, здесь хранились предметы, которые на богослужении используются, мы представляем что такое, в чем отличие ризницы и музея, музеи это собрание древности, те вещи, которые уже не используются, требуют особой сохранности и конечно показа, музей Лаврский Древности находился не в этом помещении, а в одном из башен комплекса Александра Невской Лавры, наш музей он в какой-то мере возрождает традицию лаврской богатой ризницы, лаврская ризница Древности была одной из самых богатых, многочисленные приношения, начиная с императорской фамилии, предметы исторически созданы из драгоценных металлов, камни украшали, лаврскую ризницу и лаврский музей, но в нашем нынешнем подчеркну музее нет этих предметов, мы изучаем историю совместно с государственным музеем, стараемся это делать, известно сегодня по исследованиям историческим о том, что часть предметов находится в государственном русском музее, в государственном Эрмитаже и мы исследуем эту историю с целью сохранить историческую память. Сохранились и фотографии дореволюционной лаврского музея, находится в государственном архиве кинофотодокументов Санкт-Петербурга, копии этих фотографий представлены в нашей экспозиции, они позволяют увидеть ту реальность, которая сегодня к сожалению отсутствует, была утрачена все время после революционной годы. И один из уголков нашего музея, такой тематический комплекс, посвящен у нас именно Лаврскому древлехранилищу начала XX века. Перед нами на экране, подробности можно ознакомиться, посетив музейную экспозицию. Я говорил об облачении, которое подлинно Лаврское, которое сохранилось, дошло до нашего времени, передали театр в Петербурге. И оно было отреставрировано. И сегодня украшает наших таких предметов немного. За этой витринкой на видеотуре не видно. Находится еще одно облачение зеленого цвета. Оно тоже имеет собрать с оборотной стороны на подкладе печать резницы Александр Нескалавра. Это облачение совершенно недавно было привезено нам из Берлина. И тоже сегодня постепенно позволяет собрать те предметы, которые позволяют почувствовать связь времен, связь эпох. Это одна из целей деятельности нашего музея. Рассказать об истории монастыря, рассказать о культуре церковной в Петербурге, о традициях церковного искусства, выраженных совершенно в разных формах. Это и церковное шитье, мы его наблюдаем, это безусловно иконы. Икон в нашей коллекции достаточно много. Это предметы сделаны из металлов, из дерева, например, сейчас на экране можно рассмотреть царские врата на заднем плане, это деревянная резьба, резьба по дереву конца 18 века. Попали эти врата в монастырь в 90-е годы, музею, к сожалению, тогда еще не было, и не было сделано такой подробной записи о том, откуда эти врата. Сегодня ведутся исследования, определено, что это Тверская область, конец 18 века, даже есть попытка, одно из точнее, предположение, с какого храма эти врата могут быть, и замечательная резная сень над вратами сохранилась еще, и она находится в реставрации у наших друзей в Академии имени Штиглица, преподаватели, студенты занимаются реставрацией рабы в качестве учебного процесса, недавно был защищен диплом одной из учениц Академии Штиглица, которая оставила обратную тень нашу Лаврскую. Есть еще ряд икон из этого иконостаса, но они находятся не в нашем музее, не в Лавре вообще. И вот взирая на эту картинку, я хочу обратить ваше внимание еще сказать о том, что еще одна из целей нашего музея это рассказ о церковной культуре в общем смысле. Человек, который приходит в музей, он имеет возможность более может быть спокойно для себя, более размеренно познакомиться с устройством храма, например. Вот мы видим здесь в центре богослужебный престол, обычно находится в алтаре и мало доступен либо недоступен вообще обзору приходящих в действующие православные храмы. Музей же это можно сделать, подойти, обойти престол со всех сторон. В храмах православных, русских православных храмах престол скрывается иконостасом. У нас же намеренно иконостас, то есть царские врата и большие иконы поставлены за престол, так что можно, если это получается раскрытый алтарь для всех желающих. Вот такой даже педагогический смысл здесь присутствует, можно использовать его на проведении экскурсий. Мы так и делаем, я приглашаю и тех, кто тоже в этом заинтересован. Мы поставили рядом с престолом богослужебное облачение, все создает такое ощущение храмового пространства. Многие приходящих предполагают, что в этом располагался храм, храма здесь не было, но и наша экспозиция храмового пространства позволяет прочувствовать и познакомиться более подробно с ним. Увидеть то, что находится на престоле, что весьма интересно, на наш взгляд, те еще тоже недоступны в действующем храме, престольное евангелие, крест и другие предметы, в частности антиминс, предмет связанный с меньшей богослужебной деятельностью и создающей связь нынешней церкви с традицией древних времен, с ранних христианскими временами, когда богослужения совершались на гробах святых мучеников. Этиминс является преемником, это прямоугольный плат, он находится под евангелем, в котором находятся частицы мощей святых мучеников. В нашей экспозиции представлено монашеское облачение, вот еще одна из тем, которое освещается в нашей экспозиции, о которой мы рассказываем с удовольствием посетителям. Продолжаем. Я вновь возвращаюсь к экрану своего устройства и возвращаюсь к видеотуру по музею. Еще раз быстренько войти внутрь музея и пройти в дальний левый угол. Так, мы говорили с вами о том, что музей одной из своих тем центральных имеет тему рассказа о традиции монашества, русского монашества и монашества вообще, восходящего даже к тем первым векам христианства, к четвертому веку, когда возникла вообще эта традиция, феномен монашества и одним из таких экспонатов, которое позволяет вникнуть в эту тему, которое позволяет ощутить себя действительно в монастыре действующем, хотя это тоже можно соответственно сделать, но поскольку Александр Невский лавр, это монастырь, расположенный в центре города, здесь очень много туристов, посетителей, то а монахи, как люди, которые обладают добродетелью скромности, по крайней мере, стремятся постичь добродетель, они бывают скрытные и не всегда доступны взору любопытствующих, а любопытствующих, конечно, много, каждый хочет не просто увидеть монаха в его деянии, увидеть его в его деятельности и действии, но даже, может быть, проникнуть в монашескую келью, что, конечно, сделать совершенно невозможно, но вот музей отчасти восполняет и вот эти вещи. Идея создать монашескую келью у нас тоже была, возможно, в перспективе еще будет, по крайней мере, желающие могут рассмотреть подробно монашеское одеяние, вот это черное облачение, оно вот еле видно сейчас на экране, в витрине за стеклом, стекло немножко облигуют, но опять-таки все желающие рассмотрят его непосредственно в музее. монашеское облачение, монашеское облачение, оно намеренно скрывает пропорции человеческого тела, оно черного цвета, цвета некой отреченности, отстраненности от мира, от его, так скажем, житейских радостей, видно лишь лицо монаха, все остальные части тела не скрыты, головной убор, так называемый, клобок, это черная шапка с задней стороны, имеет такой большой кусок ткани, наметка называется, кусок спускается, ткань спускается на плечи, на спину монаха, и в нижней части разделяется на три конца при ходьбе, это напоминает веяние ангельских крыльев, монахи это люди, которые живут на земле, но своими чувствами и мыслями они присутствуют в мире невидимом, это земные ангелы, так именуют монахов, православные традиции, я все время вспоминаю одну детскую экскурсию, я спросил детей на экскурсии, на что похоже это монашеское облачение, и кто-то из детей ответил, оно похоже на призрак или на привидение, я безусловно поддержал такую ассоциацию, потому что действительно люди, монахи, это те люди, которые живя здесь, они своим сердцем, своим мыслям устремлены к Богу, то есть к миру невидимому. Итак, мы идем дальше, в правой части зала, она практически полностью посвящена церковным древностям. В большинстве это иконы, иконы разных эпох, мы имеем возможность на основе нашей экспозиции познакомиться с традицией русской иконописи, самая ранняя наша икона, она расположена вот здесь, вот в этой витрине, с правой стороны, сейчас в центре, это ангел последней четверти шестнадцатого века, а также иконы, особенно разнообразные, относящиеся к восемнадцатому веку, представленные в нашей коллекции, к девятнадцатому и начало двадцатого века. Самые разные традиции иконописи, в частности, подокладные иконы, представленные на одной из наших витрин. Прогуливаясь по этой части экспозиции, мы завершим ее вновь исторической частью, вот она перед нами, эта часть экспозиции посвящена началу двадцатого века, точнее, уже не самому началу, а где-то семнадцатому и последующим годам двадцатого века. Это период закрытия монастыря, как действующего православного храма, утраты замечательных, драгоценных, прекрасных храмовых, интерьеров, утрата и нашего музея. И это одно из тем, в нашем музее тоже мы вначале видели большой образ Александра Невского, одно из тем, это, конечно, благоверный князь Александр Невский, давший название Лавре и являющийся одним из покровителей Санкт-Петербурга. И вот здесь, в этой части экспозиции, посвященной начавшемуся новому этапу российской истории, мы рассказываем и о судьбе мощи Александра Невского, прекрасной работы серебряной рака, в которой располагались мощи князя, которая находилась в Лавре середины XVIII века, тогда она была изготовлена, вот на фотографии в центре, она видна, но, может быть, не очень хорошо. Эта рака была сделана из первого, вообще, добытого в России серебра на Колывановских приисках, и первое, это вот серебро, которое научились добывать и обрабатывать в России качественно, оно было направлено или отправлено к святыне, к мощам Александра Невского. Эта рака, к счастью, сохранилась. На этой фотографии, если пересмотреться, можно увидеть, как эту раку разбирают, но, к счастью, в отличие от многих других предметов, сделанных из драгоценных металлов и камней, которые были утрачены, может быть, протаны за границу, переплавленные, рака сохранилась и находится сегодня в Государственном Эрмитаже, в концертном зале Эрмитаже, можно прийти и полюбоваться этим уникальным отчасти предметом. Недавно была завершена реставрация самой раки, она сегодня блистает своей такой изначальным блеском, а вот украшающая эту раку сень, большая пирамида, многофигурная, с различными элементами декора, она тоже ждет своей реставрации, но сегодня она тоже впечатляет благородной патиной с серебрями. Мы чуть ниже на фотографии видим, мы можем на экспозиции подробнее познакомиться с историей изъятия мощи князя, их изъяли, они находились долгое время в музее истории религии атеизма в Казанском соборе и в 89-м году 20-го века оттуда мощи были возвращены русской православной церкви. в прошлом году, в 2009-м году исполнялось 30 лет этого события, мы делали небольшую выставку. Изымались предметы церковных древностей в этой витрине, я так о ней уже более подробно рассказываю, в нижней части видим сложены в таких вот мешках, мешковина, используем в нашей инсталляции, предметы сделаны из металлов церковные для икон ризы, кресты и так далее, и мы здесь изображаем те события, которые происходили тогда, события изъятия церковных ценностей, это была организованная кампания, проходившая весенние месяцы 22-го года, когда из храмов церковные ценности были изъяты, храмы тогда действовали, их не закрывали, а ценности, которые имели материальную ценность предметы, они изымались, в этой витрине еще представлена копия архивного документа из архива управления ФСБ по городу и области, следственного дела, которое началось после завершения кампании по изъятию церковных ценностей по этому делу, многие священнослужители, глава епархии, священный архимандрит Лавры, митрополит Вениамин, и многие лаврские насельники, священнослужители епархии, были по этому делу привлечены к суду и даже к высшей мере наказания, четыре человека были расстреляены. Далее идет рассказ об этой печальной судьбе Русской Православной Церкви, в частности Лавры, в начале 20-го, в середине 20-го века. Мы здесь сделали еще одну инсталляцию на фоне кирпичной расстрельной стены. Мы представили фотографии монахов Лавры, фотографии исторические, подлинные, частью из них, частью этих фотографий из следственных дел, скопированные этих людей. Многие люди были подвержены репрессиям в Лавре, кто-то был создан к дальним рубежам нашего Отечества, многие были расстреляны. Тему расстрела иллюстрирует икона, тоже уникальная наша экспоната, в верхней части висит икона, она очень темная, лика уже не видно, но если присмотреться, особенно придя в нашему музею, можно увидеть пули, следы пуль, точнее, которые были направлены в эту икону. Облачение, это облачение священника, который тоже был репрессирован в те страшные годы, многие находились в тюрьмах петербургских, и вот один из действительно уникальных, очень привлекающих внимания наших посетителей, наших экспонатов нашего музея, это тюремная дверь. То, что за ней находится видеотур, не позволяет увидеть, но это, опять-таки, оставлено для желающих музей посетить, собственно, придя сюда индивидуально в составе группы. Тюремная дверь, это подлинный экспонат, он был передан нашему музею из тюрьмы, исторический, дом предварительного заключения, нашей полярной улицы. Тюрьма была в стадии реконструкции, вот сняли эти исторические двери, тюрьма построенная в конце XIX века, и дверь, соответственно, была тогда же устроена, она имеет глазок, окошечко для подачи еды, все это функционирует, но мы не разрешаем это делать для сохранности предмета. Можно за эту дверь заглянуть, прилегающее небольшое помещение в нашем музее, позволило нам реконструировать одиночную тюремную камеру тюрьмы нашей полярной улицы, а мы подлинно знаем, что через тюрьму эту, нашей полярной улицы, проходили многие репрессированные священнослужители. И вот взглянуть на тюремный быт, увидеть на предметы, которые верующие люди брали с собой, находясь в заключении, в ссылках, в лагерях, все это можно сделать в нашем музее. Справа дверь скромный экспонат, он отражает целую эпоху, вот висит такая большая охранная доска, повествующая о том, что она была видимо устроена в середине XX века, что Арсаневская Лавра, причем здесь написано бывшая Александра Невская Лавра, является памятником архитектуры. Но сегодня Лавра вновь не бывшая, а действующий монастырь, об этом рассказывает наша последняя витринная экспозиция. В качестве образа представлены символа, иконы написаны, написаны реставрационные мастерской Александра Невской Лавры, под ней, сейчас за бликом не видно, там находятся фотографии нынешней братья Александра Невской Лавры. И мы рассказывали в нашей экскурсии о возрождении, это одно из самых больших монашеских обителей в России. И сегодня, безусловно, Лавра таковой и является. Создание музея нашего стало возможным благодаря усилиям, благословению и трудам наместника Лавры, который уже очень давно, более 20 лет возглавляет Александр Невской Лавры, епископ Кронштадтский Назарий. Вот он благословил, поделил это помещение, благословил реставрировать, привести в порядок и расположить здесь музейную экспозицию. Отмечу, что наш музей, он входит в состав Союза музеев России, мы взаимодействуем с государственными музеями, стремимся к этому и при создании экспозиции. Эти процессы шли, целый ряд музеев, руководство и сотрудников государственных музеев мы создавали и то, что у нас сегодня есть, и те работы, которые всегда присутствуют в музейной деятельности. Кроме показа, кроме экспозиции, конечно, сохранение и исследование коллекции. Все эти работы ведутся у нас по мере возможности, ведутся реставрационные работы, это очень важно, многие предметы я отмечал, относятся даже к последней четверти 16 века, и, конечно же, требуется многим реставрация, она проходит и у нас в Лавре есть, и написано реставрационная мастерская, и, кстати, она тоже может быть, если не ошибаюсь, возможно, в каких-то посещениях ее, в каких-то экскурсионных турах по Лавре, есть и другие мастерские, эту информацию можно получить тоже на сайте Лавры и на отдельном сайте экскурсионно-паломнической службы монастыря. и завершая обзор здесь на этого видеотура, я вернусь к странице на сайте, здесь тоже можно познакомиться с разделом с ученой экспозиции музея и с коллекцией для всех желающих, и есть другие разделы. Ну, а теперь в завершении я скажу о том, все-таки, как можно посетить наш музей. Работа эта конечно ведется, мы подготовили уже и зал к тому, чтобы принимать наши посетители, я в нем нахожусь, сейчас вещаю свой рассказ с соблюдением всех мер предосторожности, мы надеемся, что в самое ближайшее время это можно будет сделать уже без всяких ограничений. Скажу, что сейчас в общем-то в музей посетить уже можно, уже можно с соблюдением мер предосторожности, еще раз скажу, это в масках, возможно, в перчатках, с сохранением, соблюдением дистанции между людьми, поскольку музей является частью храмового пространства, а храмы действующие на территории Санкт-Петербурга разрешены к посещению уже какое-то время, то и, собственно говоря, проходя в Троицкий собор, можно заглянуть сегодня и в музей лавры. Постепенно в лавре будут возрождаться экскурсионные программы, можно будет и для групп сделать экскурсии по монастырю и по музею, собственно говоря, и также в индивидуальном порядке. То есть график работы, который был до известных событий, он продолжится по средам пятницам и воскресеньям с 12 до 5 каждый желающий может прийти сюда, в лавру, прийти в музей и познакомиться с присутствующими здесь экспонатами. для туристических фирм безусловно нужно найти контакт с экскурсионной паломнической службой, есть возможность заключения договора и свои группы турфирм могут без на соответствующих условиях беспрепятственно сюда приводить. Все соответственные условия договорных отношений можно уже выяснить по контактам экскурсионной паломнической службы. По музею можно договориться о посещении и через паломническую службу, а также индивидуально по контактам музея. Все эти контакты указаны на нашем сайте и я, наверное, буду завершать на этом свой рассказ. Приглашаю всех вас посетить наш музей. Если есть какие-то вопросы, то это можно сделать, я с большим удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо, Роман, огромное. Если у кого нет вопроса, то можно я задам вопрос скорее по правилам лавры и всему прочему, но напрямую связанным с вашим музеем. Я видела у вас много антименцев, которые там было написано, что они были раньше в лавре, но потом переданы в ризницу. Скажите, пожалуйста, а какие из предметов, которые вышли из обихода богослужебного можно уничтожать и какие нужно хранить? Меня всегда это мучило. Уничтожают те, которые, собственно говоря, стали совершенно непригодными. То есть, те иконы, которые, в ряде, через какие-то испытания, часто испытания временем, они пришли в совершеннейшую ветхость, и уже, собственно говоря, их совершенно нельзя сохранить. Такие предметы, я думаю, очень мало исторических предметов. все, все, ну вот за небольшим таким исключением, предметы сохраняются и не утилизируются. Сегодня, при, конечно, большом массовом производстве, завод Софрина, другие производства сегодня появляются такого в массовом характере предметов церковной утвари, и икон, которые печатаются на всех поверхностях, может быть, в каком-то противоречии даже с канонами, с древними канонами церкви. Этот вопрос становится, и я думаю, что он пока сегодня не разрешен. Мы, безусловно, то, что представляет историческую ценность в Лавре, сохраняем все, не уничтожается ничего, позволяют, пока позволяют помещения, музейное хранилище, чтобы все это бережно сохранять, ориентируясь на правила музейного хранения, общепринятые в музейном сообществе в Петербурге и в России вообще. Спасибо. Спасибо вам. Соответственно, дорогие коллеги, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, задавайте. У меня, кстати, невероятно интересно, мне почувствовалось быть в нем в свое время очно. Я очень надеюсь, что вы все у него еще посетите, кто еще этого не сделал. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok